Всем привет, с вами Priya. Сегодня мы поговорим о новых маунтах, которые будут добавлены в дополнение Shadowlands. Само собой, это еще не весь список маунтов, и скорее всего, в ближайшее время или через какое-то время появится еще десяток или два каких-нибудь маунтов. Ну и само собой, мы не забываем о том, что потом будут какие-либо рейды, в которых будут дропаться маунты. Поэтому список будет пополняться и пополняться. Но на текущий момент, на текущий билд Shadowlands имеются именно эти маунты. Они немножко схожи с собой, и перед тем, как начать повествование о том, какие маунты, какие у них названия, стоит сначала поговорить о зонах в Shadowlands. Первая зона — это Малдраксус, вторая — Бастион, третья — Андервельд, четвертая — Ревендредд. Собственно, некоторые маунты, в текущий момент они по-английскому называются, языку, имеют название этих зон. Первый маунт, которого вы видите, это Андервельд Стэг Маунт. Красивый конь, красивая лошадь, весьма интересная, с рунами, и выглядит довольно-таки неплохо. Вторая версия этого маунта называется Андервельд Стэг Маунт 2, то есть у него уже улучшены рога, там есть какое-то свечение интересное, и анимация, наверное, какая-то дополнительная присутствует. Он выглядит красивее, и, наверное, это просто-напросто улучшение этого маунта. Третий маунт имеет название Джейлер Хаунд, немножко некротический маунт, и, скорее всего, связан с ковенантом некролордов. Четвертое средство передвижения имеет название Андервельд Хорс, прекрасная лошадь со светящимися копытами, с одним рогом, и немножко смахивает на такого маунта, которого мы получали за дополнительные 10 тысяч репутации, за сундучки в Вольшаре, это еще было во времена Легиона. Собственно, кто играл в то время, тот прекрасно помнит такого маунта. Пятый маунт — это Бастион Хорс. Ну, тут и перевести можно. Конь Бастиона, то есть самая обычная коняшка, без каких-то спецэффектов, без светящихся копыт. Обычная, стандартная, с интересной моделью. Далее, Giant Vampire Bat Mount. Собственно, большая, вампирская, летучая мышь. Летающий маунт, и, скорее всего, получим мы ее только в тот момент, когда разблокируются полеты в Шадоу Лэнсе. Но, как говорится, поживем, увидим. И тоже есть аналогичный летающий маунт — Малдраксус Flyer Mount. Это уже связано с Малдраксусом, и такой некротический довольно-таки маунт по своему виду. Андервельд Moss Mount. Мотылек Андервельда. Красивый, кстати, довольно-таки. Я очень хочу его себе в коллекцию, и не просто в коллекцию, а хочется на нем полетать. У него такая пыльца интересная, рядом с мордочкой и крылышки. Хорошо разрисованные. Очень красивый маунт. Наверное, самый даже красивый. Малдраксус Rock Mount. Это некий аналог маунту из зоны Малдраксус, который был представлен ранее. И он чем-то смахивает на тиродактиле. Следующими двумя маунтами идут павуки. Поэтому арахнофобы. Просьба отойти от экранов, перелистать видосик на секунд 40, наверное, вперед. Хотя я наврал даже не два, а три павука. Первый павучок альянсовский будет даваться, скорее всего, за ПВП. Есть у меня такая мысль. Второй павук зелененький, он будет ордынским. Третий, не сказать, что паук, это Реевик. Он, можно сказать, моделька его взятая из-под гнилья. Тот, кто был там хоть раз, прекрасно знает этих мерзких мобов, которые фиксатятся на хила вашего и кушают его. Вот Реевик станет маунтом. Притом довольно-таки красивым. Цвет такой кристаллический, приятный глазу. Далее. Winged Lion Mount. Крылатый лев, крылатый страж, можно сказать, вернулся в игру. Раньше был маунт под названием Крылатый страж, которого можно было купить в магазине Blizzard. Ну, теперь некоторое его подобие вернулось в игру вновь. Хороший маунт, интересный, приятная мордочка у него. Такая няшная. Окей. Далее. Automaton Lion Mount. Автоматический лев. Непонятный немножко перевод. Автоматный, автоматический. Не знаю, какой-то роботизированный, что ли, в виде льва-маунт. Ну, не знаю, в доспехах каких-то таких интересных. И также имеется Recalorio версия. Не знаю, за что он вообще будет даваться. Не имею никаких даже мыслей насчет этого. Но выглядит все-таки маунт интересно. То есть, у него хвост такой, который подсоединен на каком-то кабеле синим. Само освещение довольно-таки интересное, синенькое. Кристаллик в лбу. Ну, то есть, в броне, которая находится на голове. Кайфовый хороший маунт, интересный довольно-таки. Интересно, будет ли он летать? Это вот самый главный вопрос. Вот этих вот всяких львов и таких вот прочих маунтов. У них могут появиться крылья. Но вопрос, есть ли у этой версии маунта льва эти крылья. Следующий маунт, шестнадцатый. Giant Beast Mount. Попахивает мертвичиной. Очень похож на быка. И лицо у него, мордочка какая-то очень-очень уже злая. Ну, серьезно, вы только взгляните на нее. Этот маунт просто сгрызет из вас все, что только можно. Конечно, выжрет вашу душу, сожрет все, что у вас в сумках. Еще и противников напугает. Но это, кстати, довольно-таки неплохо было бы. Источник получения? Ну, не знаю. Наверное, из зоны, как говорится, Малдраксус. Там у нас вся мертвичина будет находиться. Малдраксус Бор Маунт. Кабан Боров. Воспринимайте его, как хотите. Но это действительно кабан. То есть, иначе не скажешь. Продолговатая туловище. Продолговатая такая морда лица. Короткие лапки. Они очень маленькие. Копытца тоже маленькие. Ну, да. Кабан. То есть, если вы хотели оседлать какого-нибудь дуратарского кабана, ну, увы, не получилось. Но теперь у нас есть Малдраксусовский кабан. Не знаю, хорошая ли это замена, но поживем и увидим. Восемнадцатый Маунт. Это Дес Варг Маунт. Мертвый Варг. Мертвый Варген. Лицо какое-то слишком человеческое на самом-то деле. Если это реально Варген, который просто увеличился в своих размерах, и мы на нем будем ездить, это будет весьма интересно. Ну, лицо какое-то уж прям слишком человеческое. Серьезно. Такое, как у оборотня. Ну, серьезно, да, как у Варгена получается. Девятнадцатый Маунт. Самый последний. Это Декомпосер Маунт. Такой милый Маунт. Перевод этого слова в Google-переводчике. Это Редуцент. Что такое Редуцент? Вопрос хороший очень даже. Но сам Маунт по себе мы все-таки это оцениваем. Интересный. У него есть светильнички такие кайфовые. Хороший милый Маунт с усиками, с глазками, с панцирем довольно-таки таким кайфовым. Шесть лапок у него. Три с одной стороны, три с другой. А Редуцент, я тут погуглил. Это организм, который разрушает отмершие остатки живых существ, превращая их в неорганические и простейшие органические соединения. Вот и все на этом. Мы не только узнали новых Маунтов весь список, так мы еще и узнали, что такое Редуцент. Минуточки, как говорится, полезной информации всегда должны быть. Всех вам благ, счастья, здоровья. Дайте знать в комментариях, какой Маунт понравился вам больше всего. Берегите ноги, мойте руки. До скорого.